Фото-выставки, квесты, викторины, конкурсы. Центр молодежных инициатив стал местом притяжения тех, кому интересна медиа-структура региона. Здесь развернули тематические площадки. Занятия по душе и с пользой мог найти каждый. Я прежде, чем прийти сюда, посмотрела программу, что тут будет, и подумала, что это будет очень интересно, стоит сходить. Повидаться с новыми людьми, познакомиться. Обязательно, это новая обстановка, очень хорошо организовано. Одни ощутили себя лицом с обложки, другие – звездой телеэкрана. Кто-то соревновался в силовых упражнениях, а кому-то был интересен интеллектуальный поединок. Что, где, когда – журналисты против зрителей. Представители СМИ задали хороший темп игры. Казалось, это заявка на победу. Еще, конечно, сложно что-то говорить, только все началось. Еще кульминация игры впереди, но будем надеяться на удачу. На этот раз «Фортуна» была на стороне зрителей. 6-2. Знатоки оказались проигравшими, но не побежденными. Вопросы были интересные, некоторые даже каверзные. Но так как мы в первый раз играли, это первый медиафестиваль, я думаю, что еще мы обязательно исправимся. Обязательно будет второй шанс, и мы победим. Музыка в этот вечер не смолкала. Своего зрителя нашли как участники ансамбля барабанщиков «Драммания», так и Тимур Халиулин, который виртуозно владеет уникальным инструментом. Игре на мобильном коррельоне не помешала даже непогода. Но главная цель фестиваля – знакомство с медиаиндустрией области. Представители региональных СМИ презентовали свои компании. «Это ведь не просто фестиваль, это огромный практикум, где с одной стороны молодые люди могут показать себя и свои знания, а с другой стороны все наши средства массовой информации могут присмотреть себе замечательные кадры». Мастер-классы от профессионалов, несмотря на поздний час, собирали свою аудиторию. Опытом поделился и наш коллега Максим Полкутнев, единственный представитель Белгородской области в режиссерской команде олимпийских и пролимпийских игр в Сочи. По словам организаторов, первый блин не вышел комом. Медиа-ночь состоялась и наверняка уже в следующем году повторится вновь. Наталья Томичек, Максим Ховалкин, Денис Подзолков, Вести Белгород.